Пластик сейчас повсюду. Он окружает нас постоянно. Не существует более привычного для нас материала и одновременно материала, который был бы окружен таким же количеством мифов и домыслов. Кто-то боится пластика и считает его причиной проблем со здоровьем. Кто-то уверен, что запрет пластика решит все экологические проблемы. Источник этих тревог в принципе понятен. Пластик – относительно новый материал, и как все новое, он вызывает непонимание и интерес. Сегодня мы попробуем разобраться, каков был бы мир, не будь в нем пластика. Пластик, он же пластмасса, это не какое-то одно вещество. Это обширная группа синтетических и полусинтетических материалов. Пластики состоят из множества молекул, соединенных между собой в длинные цепочки – полимеры. Следует заметить, что полимеры сами по себе никакой угрозы никому не несут. Вряд ли на планете найдется много людей, которые действительно переживали бы из-за белков в мышцах, крахмалов, картошки или целлюлозы в деревьях. А все перечисленное – это полимеры. Полимеры, из которых состоит пластик – это, безусловно, детище 20 века. Хотя первый пластик, целлулоид, был получен Александром Парксом еще в 1855 году. Первым массовым и широко применимым пластиком стал бакелит. Его в 1907 открыл Лео Бакеланд. И успешно запатентовал двумя годами позже. Бакеланд искал материал для замены шеллака – природной смолы, которую вырабатывают насекомые. Смола эта уже много лет активно применялась для изготовления лаков. Сначала он обнаружил термопластичную смолу, которая становилась твердой только при добавлении отвердителей. А затем открыл и сам бакелит, который становился твердым, без внешнего воздействия и при этом ничем не растворялся. Бакеланд предположил, что такой полимер может оказаться очень ценным и не прогадал. У бакелита быстро нашлось множество полезных свойств и применений. Например, он не проводил электричество и оказался термостойким. Именно бакелит стал первым синтетическим пластиком, который состоял из ранее не встречавшихся в природе молекулярных соединений. Прочный как камень, термостойкий как металл, с легкостью поддающейся механической обработке, бакелит моментально нашел применение в промышленности, которая тогда как раз бурно развивалась. Из него начали делать оборудование для только-только появившихся электроприборов. Изготавливали самые разные детали одежды и фурнитуры. А во время Второй мировой войны в Советском Союзе из бакелитовой фанеры строили даже корпуса боевых самолетов. Пластиковая революция, которая началась с бакелита, вскоре охватила весь мир. Производство пластика, если считать середину 20 века, увеличилось к настоящему времени с 2 миллионов тонн в год до 400 миллионов тонн в год и продолжает расти. Пластиковых вещей вокруг нас с каждым годом все больше. Когда-то таким же образом деревянные предметы уступали металлическим, а теперь металлические уступают пластмассовым. Мог бы наш сегодняшний мир существовать без пластика? Ну, давайте разберемся. Предположим, что мы с вами в альтернативной реальности, где бакелит так и не был открыт. И начнем сначала. Вот среднестатистический человек просыпается и отправляется умываться. В ванной комнате все либо деревянное, либо металлическое. Отлично. А из крана идет ржавая вода. До изобретения современных пластиковых труб, которые делают из безопасного для человека полипропилена, вода текла по металлическим трубам. Она будет не только ржавая, но и грязная. Без пластика не будет ни полипропиленовых фильтров для воды, ни корпуса для фильтров обратного осмоса. Почистить зубы наш герой, конечно, сможет, но неудобной пластиковой зубной щеткой. Щетка тоже будет деревянная, со щетиной кабана. А вместо пасты с каким-нибудь мятным вкусом зубной порошок из мыльной стружки. Ну, а то и просто из древесной золы. Уход за зубами в этом альтернативном мире очень важен. Пломбы дорогие, вместо привычного фторополимера они делаются из золота. Так что больной зуб, скорее всего, придется вырывать обычными железными щипцами. Медицина вообще станет менее доступной, а самое главное, менее безопасной. Привычные нам одноразовые шприцы, нейтриловые перчатки на руках врачей и медсестер, эффективные медицинские маски существуют только благодаря доступному и распространенному пластику. Если его не будет, придется получать уколы из стеклянных многоразовых шприцов, что грозит инфекциями и эпидемиями. В современной медицине пластик встречается в большинстве медицинских приборов, в протезах, в расходных медицинских материалах и в системах жизнеобеспечения. Без пластика медицина будет отброшена, ну, скажем, на сотню лет назад. Ну ладно, зубы почистить все-таки удалось. Теперь по расписанию завтрак. Как ни странно, с завтраком в альтернативном мире без пластика тоже будут проблемы. Еда сейчас доступная и разнообразная не в последнюю очередь, потому что можно быстро и дешево упаковать продукты в пластиковую тару и в ней же перевозить. Мясо, рыба, грибы, зелень – все это не получится перевозить в стекле или в деревянных коробках. Воду в стеклянных бутылках перевозить можно, только она станет значительно дороже. И, как это ни парадоксально, нанесет больше вреда экологии. Тысяча стеклянных бутылок на порядок тяжелее, чем тысяча пластиковых. И грузовик, перевозя их, сожжет гораздо больше топлива. Ну, после завтрака на работу нужно одеться. Одеваться теперь придется в материалы растительного и животного происхождения, в основном в хлопок и шерсть. В привычной нам реальности 70% текстиля состоит из синтетических пластиковых волокон, которые сделаны из продуктов нефтехимии. Капрон, нейлон, синтепон, полиэстер. Всего этого не будет. И чтобы как-то одеть без этого всего 8 миллиардов человек по всей планете, придется радикально увеличить площади, отведенные под выращивание хлопка. Сейчас это 2% пахотных земель на планете. А придется отдать под хлопок, ну, где-то еще 20%. Экология за это спасибо не скажет. Промышленное выращивание хлопка требует пестицидов и удобрений. И воды. В свое время именно из-за производства хлопка высохло Аральское море. В мире без пластика одна только одежда потребует несколько десятков таких Аральских морей. На производство одной хлопковой рубашки уходит несколько тысяч литров. Синтетическое требует на два порядка меньше. С обувью будет не легче. Босиком или в лаптях ходить никто, понятно, не согласится, но обувь будет только кожаная. Миллиарды пар ботинок, не считая рюкзаков, сумок, кошельков и многого другого, можно только представить, какого размера должны быть пастбища, чтобы вырастить стада, которые дадут эту натуральную кожу. Стада эти будут выделять невероятное количество метана, а это один из основных парниковых газов. В результате в мире без пластика прибавится истощенных почв и даже пустынь. Ну ладно, прийти на работу можно и в кожаные обуви. А как добраться до офиса? Автомобиль в теории можно сделать и без пластика, он правда будет сильно дороже и сильно тяжелее, то есть в конечном итоге менее экологичным. Ездить на таком автомобиле придется очень осторожно, без пластика не будет никаких подушек безопасности. Но доехать до работы, скорее всего, получится. А вот про отпуск в другой стране придется забыть. Средний человек, скорее всего, никогда не сможет позволить себе межконтинентальный перелет. В мире без пластика самолеты будут слишком тяжелыми, слишком хрупкими и гораздо менее надежными. Придется ехать на поезде, тоже тяжелым, медленным и ненадежным. И не экологичным. Как раз из-за своей тяжести и повышенного расхода топлива. Предположим, что житель этой альтернативной реальности возвращается домой грустный из-за отсутствия отпуска на курорте. Дома можно отдохнуть. Ну, как раз вот поразгадатель, почитать книгу. Ни смартфона, ни даже телевизора нет. Не говоря уже о видеороликах в интернете и о самом интернете. В мире без пластика электроника есть, но она очень дорогая, очень редкая. Текстолитовые и стеклопластиковые платы, пластиковые разъемы, кнопки корпуса, элементы изоляции. Все это либо не существует, либо делается из других материалов и стоит гораздо дороже. Именно пластик делает электронику такой доступной. Не только за счет своего удобства, но и за счет своей дешевизны. Отказываясь от него, мы отказываемся и от электроники. Ну и, конечно, без пластика не было бы одного важного события. Друзья, это второй номер журнала «Чтиво». Тема номера «Любовь». Мы разобрали это чувство с точки зрения и философии. Посмотрели, как само определение любви, как общественное отношение трансформировалось в разное время. От античности через средние века и через ренессанс до наших дней. Мы взяли много интересных интервью. Наши колумнисты написали интересные колонки. Как любовь соотносится с властью, как любовь соотносится с телевидением. Вообще, как делаются сериалы про любовь, как пишутся книги про любовь, как любовь повлияла на маркетинг, как она научила продавать, делать деньги на любви. Ну и, конечно, главный герой этого номера – Баста, с которым я сделал большое интервью. И, по словам редакторов, которые над ним работали, это ком в горле. Действительно, Баста дал довольно откровенное, такое очень мужское, очень личное интервью. И, в общем, этой работой мы гордимся. Еще одно интервью – это Николай Василенко, «Человек-улыбка», который стал главным мемом прошлого года. Тоже я с ним сюда сделал интервью. Ну, в общем, я все рассказать не буду. Открыли предзаказ на «Озоне». Вы помните, что случилось с первым номером. Там в течение двух недель были какие-то зашкаливающие продажи. Мы, вроде бы, допечатали и успели отдать тираж первого номера. Вот. Сейчас тоже стартовый тираж. Вроде бы, как нам кажется, нормальным. Но, суть к тому, что там происходило, я не знаю, как, в общем, спрос непрогнозируемым был. И, надеюсь, таким он останется. Честно говоря, мы очень старались и в этот номер вложили всю нашу любовь. Вот ссылка в описании. Можете предзаказывать с сегодняшнего дня. 12 апреля 1961 года в мире без пластика осталось бы еще одним обычным днем. Гагарин не полетел бы в космос. И вообще никто бы не полетел. Скафандр Гагарина был сделан из лавсана. Без этого материала отправлять человека на орбиту было бы не в чем. И человечество просто не поднялось бы выше 20-30 километров от Земли. В космической отрасли заменить пластик нечем. Ни один природный материал не подходит по устойчивости к перепадам температур и механической прочности. Легкие и прочные пластиковые элементы, способные выдерживать космические нагрузки, находят применение и на Земле. Устойчивые к радиации полиэфиркетоны из космической отрасли перекочевали в периферийную защиту ядерных реакторов. Все их перечислить просто невозможно. Без пластика наш мир был бы совсем другим. Намного больше ручного труда. Меньшая связность мира. Слабая глобализация. Меньше путешествий. Меньше иностранных товаров. Мир в целом стал бы гораздо менее удобным. Условия жизни хуже, а научно-технический прогресс замедлился бы. При этом экологические проблемы во многом остались бы теми же. Но прибавилось бы новых, гораздо более серьезных. Мы, в общем-то, остались бы в 19 веке, у которого были свои неоспоримые достоинства. Но вот бытовой комфорт и всеобщее изобилие в их число точно не входило. Конечно, нельзя забывать и о проблемах избыточного накопления пластиковых отходов в окружающей среде. Причины этого кроются как в недостаточно развитой культуре ответственного потребления, так и в слабости инфраструктуры сбора и переработки пластика. При этом общественное внимание к теме заставляет компании и государства активно работать над технологиями его утилизации и возвращения обратно в производство. Переработка пластика может быть механической, когда он измельчается и переплавляется в готовый товар. Или химической, когда разные виды пластиков по специальной технологии расщепляются до исходных молекул, из которых может быть создан новый полимер под любую цель. Пластиковые отходы – это теперь отдельный востребованный товар на рынке вторсырья. В сфере переработки пластика можно получить огромные прибыли. Страх перед прогрессом – вечная история. Когда-то люди боялись, например, поездов. Считалось, что человеческая психика не способна выдержать невероятную скорость 50 км в час. Пассажиры будут просто сходить с ума. Можно вспомнить повсеместный страх перед радиоволнами после массового появления мобильных телефонов. Тем не менее, если присмотреться, благодаря техническому прогрессу мир стал все-таки удобней. Ну а тот, кто в этом не убежден, всегда может уехать в деревню и попробовать жить там на всем натуральном. Такая опция есть всегда. Субтитры создавал DimaTorzok